Как тонко у меня нарезаны здесь перышки, тоненькие линии. Порой я сам смотрю и думаю, неужели это я сделал. Сейчас уже глаз столько не хватит. Гравюры отнимают не только много времени, но и сил. Искусство трудоемкое выбирает его не каждый. Геннадий Кунгуров – единственный в Приморье, кто занимается графикой уже больше 30 лет. Сначала он делает наброски будущих рисунков, а затем с помощью штихелей вытачивает задуманный сюжет на специальных досках. Когда художник тем более режет доску, он смотрит в зеркало. Вот у меня зеркало есть, видите? Потому что оттиск будет зеркальный. То есть я должен нарезать гравюру зеркально, чтобы она у меня получилась потом правильной. Ошибиться нельзя. Переписать гравюру или стереть лишний изгиб невозможно. Для того, чтобы сделать такой маленький рисунок, может уйти не один день. К тому же нарезка – только один из этапов. Не менее сложна работа и на афортном станке. Геннадий Кунгуров проводит в мастерской практически каждый день. Сейчас он ищет себе учеников. Художник хочет передать им свои инструменты, как когда-то это сделал его учитель. Но желающих пока нет. Один студент мне спросил, продается? Я сказал, нет. Он сказал, да нафиг мне это нужно? Художник уверен, графика среди молодежи не популярна. Убедиться в этом можно и на выставке, которая на днях открылась во Владивостоке. Среди 150 графических работ всего несколько полотен написаны рукой молодых мастеров. Дело в образовательных инициативах – это первый момент, на мой взгляд. У нас все-таки вуз, который дает живописное образование. И здесь для того, чтобы привить какой-то вкус, дать вообще понимание того, как это рукой делается, здесь просто существует такой недостаток. То есть студентов Владивостока просто не обучают печатной графики. Но, например, в вузах Хабаровска такого недостатка нет. Правда, уроки по эстампу совсем не показатель заинтересованности учеников. У меня даже, можно сказать, и из молодежи, и конкурентов не было. Потому что в линогравюре, в гравюре на пластике, в других техниках, тем более во форте, в этих техниках практически никто и не работал. То есть, может быть, студенты делали какие-то попытки просто попробовать материал, то есть узнать, что это такое, как бы. Но всерьез, так, чтобы по много часов, по 6-8 часов мастерской проводить, ну, я, наверное, одна там была сумасшедшая такая. Из Хабаровска на выставку графики во Владивосток приехали 8 художников. В целом же экспозиция объединила почти 60 авторов со всего региона. Все работы свежие, каждая из картин отражает не только эмоции художника, но и передает состояние современного искусства. Выставка приобрела такой, как бы сказать, роскошно-интеллектуальный уровень, потому что в большинстве своем случае художники графики малоформатно не преследуют коммерческих целей, будем так говорить. Это в наше время является немаловажным эффектом. Это не просто ракушки, это ракушки имени Андрея Камалова. Был у нас такой замечательный график. В 88-м году он вернулся с творческой дачи и привез огромные такие афорты на тему ракушек, которые он там сделал. Они меня поразили настолько, что вот до сих пор не отпускают. Вернисаж собрал много гостей. Среди посетителей были и дети. Выставка оказалась интересной для некоторых и полезной. Геннадий Кунгуров, кажется, нашел своего ученика. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на 8-м.